Сейчас стало очень много бесноватых. Такими словами начинает своё обращение к верующим митрополит Элладской Православной Церкви Серафим. В первую очередь досталось от... Да, очень много бесноватых. Бесноватые называются феминистки третьей волны. Служители культ... Ничем иным, кроме беснования, не могу я это объяснить, хоть я и атеист. ...то йоги и индуистским богам, которых он назвал демоническими божествами. Йога не является... Не, ну, индуизм не надо трогать. Опять-таки, индуизм почему можно хуесосить? Вот, допустим, в России и в Европе. Потому что он не является традиционной религией. Поэтому можно про индуизм говорить плохие вещи. А вот, например, в Сингапуре и в Малайзии про индуизм плохие вещи говорить нельзя. Потому что есть интересы индийской диаспоры, и индийская диаспора очень недовольна будет. Поэтому, вот, казалось бы, да, Малайзия – мусульманская страна, шариат, все такое. А главная достопримечательность страны – это, значит, индуистские храмы, которые в пещерах Бату расположены. Или Бату. Там нет выраженного ударения. Да, и про индусов, и про индуизм ничего плохо говорить нельзя категорически. Потому что, ну, типа, оскорбление верующих, все такое. Простым и невинным методом расслабления, заявил митрополит. Это не способ избавления от стресса и не метод телесного благополучия, как это преподносится. Но это этап индуистского погружения, связанный с антихристианской теорией переселения душ и с демоническими божествами Вишна, Кришна и Шриева. Во время упражнений могут возникнуть неестественные явления, происходящие от беса. Это какой-то греческий священник, судя по головному убору. Такие, как телепатия, парение в воздухе, общение с лукавыми духами и прочее. Телепатия и парение в воздухе, это интересно. Все это подтверждает, что все эти парапсихологии, йоги и вообще все многообразие форм медитации основываются на оккультизме, то есть на демонах. А исихазм это не медитация. Практика так называемого умного делания, где надо сосредоточиться на своем пупке и творить Иисусову молитву. Извините, это не христианская медитация, случайно. Мне вот интересно всегда было. Недавно мировое сообщество было проинформировано международными новостными агентствами, что в Индии было проведено... Исихазм вообще очень похож на... Очень похож на всякие индуистские практики. ...человеческое жертвоприношение с обезглавливанием пятилетнего ребенка в честь демонического лжеберства Акали из индуистского пантеона, продолжает представитель православной церкви. В многострадальном индуистском Непале за несколько дней до катастрофического землетрясения в 7,8 баллов по шкале Рихтера произошло невыразимое религиозное преступление, когда были зарезаны в жертву индуистским лжебогам, которые, суть демоны, 250 тысяч животных. Забавно наблюдать за тем, как при... Да! Зарезали 250 животных, значит, в жертву богов. Ну, я не знаю. Я, наверное, не буду сейчас аналогию проводить с определенным религиозным практиком. Определенной религиозной практикой, прошу прощения. Определенной религиозной традицией, где тоже жертв... Жертву, значит, приносят животных. Да. В честь жертвоприношения, значит, Авраама. Когда бог подсовывает вместо, значит, первенца ягненка. То есть, я не думаю, что кто-то из священников возьмет и скажет, что это вот ложный какой-то культ, что они тому ложным богам поклоняются, когда они это делают. Потому что это может вызвать не очень хорошие последствия. То есть, вот, опять-таки, критика религии, она всегда очень избирательный характер носит, потому что вот... Не ту религиозную традицию раскритикуешь, и все, как бы, голова с плеч. Приверженцы одного религиозного учения, во главе которого стоит беспомощный бог, называют лже-богами точно таких же беспомощных богов других религиозных учений. И лично мне кажется, что в последнее время стало много небесноватых, а людей, которые, пользуясь незаслуженным авторитетом, продвигают... Спрашивает, называя индийских богов демонами, признает ли он их существование? Ну, получается, что признает. То есть, если индийские или там боги, или какие-нибудь другие языческие боги... Хотя, это большой вопрос, можем ли мы вообще, используя вот эту традиционную классификацию, называть индуистских богов языческими богами. Но, тем не менее, как бы то ни было, абстрагируясь от этой проблематики, если мы скажем, что вот все всякие языческие боги, там, индуистские боги, они являются демонами в христианской, значит, мифологии, ну, получается, что да, таким образом признается их существование. Бегают в массы бредовой идеи о каких-то заговорах, демонах, бесах и прочей чепухе. То есть, видимо, индуизм — это как бы форма сатанизма. С точки зрения данных деятелей. Отвлекая общество от реальных проблем и их причин. Имя митрополита Серафима уже давно, время от времени, мелькает в СМИ в связи с его скандальными высказываниями. Обычно, собственно, критика, она как выглядит? Типа, вот, посмотрите на индийских богов, у них там головы животных, там еще что-то. Фу, демоны, какой ужас. Но да, но проблема в том, что вот у, значит, митрополита, который сейчас на экране, у него посох, и на посохе две змеи. У него посох со змеями. Тоже можно сказать. Ой, какой ужас, сатанизм. Ужасно. В 2010 году Серафим заявил, я цитирую дословно, что преступная смычка евро... Вот, посмотрите, у него как бы... Вот он кого-то обвиняет в, значит, нацизме, там, Гитлер, сионизм. А у него две змеи на посохе. А змея это что за символ? Как бы это символ, значит, сатаны. Можем книгу бытия открыть. И там змей, он искушал, собственно, Адама и Еву. Их потом из рая прогнали. Евреев и масонов, типичным представителем, который выступает... Да, да, масоны во всем виноваты. Парон Ротшильд и другие всемирные... Парон Ротшильд, видите, капиталисты и масоны, они разрушают общество, не дают людям нормально жить. Мы бы уже давно коммунизм построили, если бы не вот Ротшильд... Если бы Ротшильд не подсирал бы. Сионисты. Сионисты, да. Слушайте, самое смешное, знаете, в этом во всем что? Самое смешное, что это коммунистическая риторика. Адольф Гитлер, сионисты, Ротшильд. Не дают нам жить нормально. Не дают нам построить идеальный мир. То есть на месте вот этого патриарха мог бы быть какой-нибудь Клим Жуков. Или Константин Семин. Потому что современные коммунисты, они тоже воюют против нацизма, против сионизма. Ну, потому что в конфликте Израиля и Палестины, они Палестину поддерживают. Палестинское сопротивление. И Ротшильд. Ну, Ротшильд капиталист, естественно, буржуй. То есть вот эта вот вся риторика, да, Шауе ППШ, она одна на всех. У противников, значит, жидомасонского заговора, комитета 300, значит, капитализма. Адольф Гитлер где-то там в Антарктиде до сих пор вынашивает планы по завоеванию человечества при помощи летающих тарелок и альтрайтов. Вот. Вспомните ролик Трэш-Смэша, где Трэш-Смэш обвинял альтрайтов в том, что это главные виновники глобального потепления, блядь, неожиданно, да? Вот такая вот триалектика и метаанализ вылез. То есть, по сути, это все параллельные теории заговора. Что вот Адольф Гитлер, сионисты и Ротшильды, они не дают нам жить спокойно, они нам мешают, гадят постоянно, не дают нам построить идеальное общество. То есть, получается, что марксизм это такая же теория заговора, как и, блядь, вот все остальное, то, что через запятую здесь можно упомянуть. Потому что главные враги человечества, как мы понимаем, это Адольф Гитлер, сионисты и Ротшильд. Проклятый Ротшильд. Он, значит, устраивает землетрясения, а еще прибавочную стоимость себе оставляет скотина. Капитализм эксплуатирует всех. Целью порабощения Греции и православной церкви в целом. Да, порабощение Греции, видите. Адольф Гитлер был инструментом в руках мирового сионизма. Адольф Гитлер инструментом в руках мирового сионизма. Да, ну, а мировой сионизм это, соответственно, инструмент в руках Ротшильда, как мы все понимаем. А Ротшильд это инструмент в руках мирового капитала. Такая вот, значит, цепочка. И дом Ротшильдов финансировал? Дом Ротшильдов, да. Они, конечно, все сходятся. Все кусочки пазла, как бы, сошлись воедино. То есть, и Рыбников, и Карл Маркс, и Жуков, и вот этот вот греческий патриарх, и трэш-смэш, они все говорят об одном. Они все предупреждают нас о страшной катастрофе, которую несут миру Альтрайты, Адольф Гитлер, сионисты, Ротшильды, и, значит, и капитализм в целом. Как вот. Если мы попытаемся эту систему как-то характеризовать одним словом, да, вот, вот это все, совокупность нехороших явлений, да, то есть вот, что объединяет Адольфа Гитлера, сионизм и Ротшильдов, да? Капитализм. Капитализм, дамы и господа. Шауе ППШ. Его с единственной целью убедить евреев покинуть Европу и создать в Палестине свою новую империю. Конец цитаты. А мне вот интересно, с какой стати безумие некоторых людей, наряженных в странные... Че, какое безумие ты охуел? Это наука. Безумие. Очень, очень. Контрреволюция, как бы какая-то, кукарекает там из-под параши. Какое, какое, блядь, безумие? Это наука. Все доказано. Ты Капитал не читал, что ли? Черные одежды воспринимаются как некое откровение, а их... Да, черные одежды. Мнение мы должны уважать, просто потому, что они люди в странах черных одеждах. Хотя на поверку оказывается, что все их проповеди не более чем бред тех, кто давно оказался оторван от реальности. Как-то меня спросили, если вы президент России, какие первые законы? Так, телеканал спас. Спрашивает Ежик, какое ваше мнение насчет белых иммигрантов, которые служили в других армиях, которые вываливают против СССР? Отрицательно отношусь к ним. Мне ближе позиция либо тех, кто в движение сопротивления вступил и в Европе боролись против нацистов, либо позиция Деникина, который категорически отказался поддерживать Гитлера. То есть, мне позиция Краснова и Шкурова не нравится, не близка. Мне ближе позиция Деникина. Первое, это запрет изучения английского языка. Я потом объясню. Второе, это ликвидировать Министерство культуры, сделать полную ревизию того, что мы финансируем, и потом принять решение, собственно, вознобновление или, так сказать, оно и не нужно за ненадобность. Естественно, я бы закрыл все театры. Все театры, да. Объясню, почему. Детей наших сегодня учат с первого класса. Поэтому язык это первое оружие массового поражения, которое было пронесено в 90-е годы. Так вот я вам скажу, театр это альтернативно сцена, амвон, артисты и так далее. Это альтернатива. И знаете, появилось же это фактически во времена Вольтана. Ну, правильно, кстати, в этих, в апостольских преданиях написано, что всякие лицедеи, актеры, это враги церкви, сатанисты. Ну, так бурно расфило, собственно, да. И в России это в 19 веке в основном. Что по Розанову и подготовила русская революция, потому что театр в полном смысле это за... Да, сейчас бы на Розанова ссылаться, который одно время был просто... Ну, ладно, не хочу говорить ничего. Замена, подмена литургии, подмена церкви, подмена, подмена, собственно, вот этого акта служения в храме, замена храма. Ага! Дули вам всем! Пусть Господь хранит вас. Да. Шауе, дамы и господа. Не, ну, кстати, вот греческий епископ, который во всех бедах человечества обвинил, значит, Адольфа Гитлера сионистов и Ротшильдов, он прямо вот как в воду глядел. Все правильно, все, вот, все по матчасти, диалектика. Диалектика.